Радио Барроза Радио Барроза Радио для них проекватуквы вторфлик Радио Радио Редко что это в дальнейшем, что они не могут быть домованы, а можно так с ними поступать, чтобы они выполняли то, что мы себе желаем. Я с ойцем выкопывала гниазда чмели, а чмели так имеют, что они не имеют таких пластиков, как пшелы, только имеют такие джбанки. Клика этих джбанков собираем и там был миод. Это было первое первое заинтересование овадами społecными. Интересовала меня и смотрела пшелы в 96 странах, но это были такие краткие побывки. Но душе затримивала меня в таких странах, где делали какие-то исследования. И там, где затримивали меня душе, то были 24 края. И результатом этих бадаев в этих 24 краях было 100 оригинальных публикаций научных. Супер организм, то есть тоже одна родина пшелы, только она себя тем характеризирует, что там есть одна организация. То, что они выполняют, зависит от вида пшелы. В молодшем веке кормят ларвы, потом воск выбирают и так далее. То есть они совершенно разные. И такая дезорганизация поводит, что это один организм, а посчёные пшелы это такие как бы части одного организма. Это очень странно. Это так у многих общественных овадов. Но у некоторых тут и так не есть, но у пшелы так и есть. И только сейчас мы можем отборить дашек и зайрыть до ула. Здесь мы подушку, а тут же пшелы. и степко. Так, теперь, здесь мы пшелы, и степко. Заним вытяжем, чтобы пшелы нас не зажили, с одной стороны, с другой стороны, пусть немного дыма. О, то она уже так почувствует, что что-то происходит, даже можем уже приготовить другу, хотя бы не будем. Замкнем. И теперь вытягиваем пластер, который есть полный мiodу. Когда вытягиваем пластер, то здесь у нас есть мiodу. Может, вы попробуете. Добрый день. Истиняются на свете три рода, рода я говорю, пшчоу. Суны пшчоу, нормальные по лакине аппис. Суны пшчоу, огромные, это аппис дорсата и аппис флорея. И сау пшчоу, малые, карлички, которые имеют, при которых сау два гатунки, аппис флорея и аппис андренiformис. В суме в целом свете есть 8, мало, 8 гатунков пшчоу, от рода аппис. В гуруне, в гуруне, в долной, в гуруне, в гуруне, в гуруне, в гуруне, они, в таком камере, от отложения яйца до выживания пшчоу на зеленый, это третит 21 дней, 3 недели. И теперь, как вы понимаете, что в других странах таких пшчоу домовленных не было. Например, в Индии или в поутниево-всходной Азии. То большинство пшчоу походит от пшчоу олбрзимых, которые живут либо под конарами огромных древ, либо под нависами скалными. И те меня наибардию интересуют. И надо сказать, что это необычное. Мы лучшими специалистами от местных пшчоу, этих олбрзимых, то есть профессор Вильдерс Олштина и я. Мы здесь, потому что они занимаются спроведными пшчоами. Такие местные пшчоу также в Индии. Называется Апис Церана. Это достаточно слабая родина. Там примерно 10 тысяч пшчоу есть. А у наших пшчоу в родине в таком лете в развитии 60 тысяч. И если в этих самих условиях есть индийские пшчоу и европейские пшчоу, то эти европейские пшчоу приносим 10 раз больше мiodу. Хотя у этих олбрзимых не много, но есть 10 раз больше мiodу. И поэтому проводят эти экзотичные пшчоу из Европы. Но это же самые яи. Смотрите, может здесь так же. О, здесь только такие маленькие яи. Такие яи, которые имеют 2,5 миллиметра. Диплоидальный трутин, в скроме, но может так. Пшчоу работники и матки развиваются с яй заплодненных. Но трутин развивается с яй не заплодненных. Но трутин развивается с яй заплодненных. Только, что этих трутин никто не видел, потому что в целом 6 годин по вывести с яй, пшчоу их съедают. Это странно. Пшчоу их съедают. Съедают их потому, что они вызывают хорму каннибализму, то есть хорму съедания. Но я опреку такую методу, что можно их выховывать. Потому что они только эти маленькие ларвы изменилили. Поэтому я взял яя до цеплярки, они там выгрызли, и я их там держал, дала мне млеско один день и вкладывал их с повротом до улы и они развивались. То есть, в скроме, трутин доплоидальный это трутин из яй заплодненных. Нормально в никакой улы такого нет. Нет. Трутин потребный до стучного уносиняния. Вот они здесь находятся. Если я хочу стучно уносинить, чтобы не искать, то они уже готовы. Нормально в таких улах не ма. То есть улыбка. Матка пшчела уносинила się в поверхности, на высоте 10 метров. Таких местах громадзения трутин. Шредние то так меньше, что 8 трутинами. Но бывает так, как обычно, больше, может быть от 1 до понад 20. И, что важно, уносинила только в одном окресе по уродению. И потом, если уже уносинила, или нет, то уже не уносинила. И этого не было в поверхности. И вы представляете, что такой Швейцар, Хубер назывался, от уродения был невидомый. И он именно это невидомый, что мать уносинила по-за улы. Уносинила так много трутин. То есть такое поветро, что она уносинила через ауру семинизм. То есть поветро насинное. И он это обладал. Вставил в угол широкости одного и мог ее наблюдать с другой. Он наблюдал. Он не наблюдал, только своему служащему. Он говорил, как служащий был неписьменный и диктовал жене. И из этого два, три книги опубликовали. Я говорю, кто-то знает, как должно быть делать такие, как невидомый хубер из Швейцарии. Это невероятно. гнездо это такая куля в середине и с боку мид. Я еще не смотрю, но могу сказать, что тут будет мид. Видите, что здесь уже значительно больше миду, чем в этих миде. миде, только миде, а пыль. И это миде. В закрытом миде с миде на высшем 10 раз 10 см, 1 квадратный миде миде находится 1 третье миде, так здесь Тут мы один, третий мёд, тут мы другим, третий мёд, а тут мы четвертым, десять килограмм. То есть тут находится один килограмм мёд. Подобнее, тут на доле, здесь есть три, здесь находится второй килограмм мёд, здесь будет два килограмма и третий килограмм. Проверяем два и половина, но не совсем. Если очень жёлт, то они переживают и в эволюции переживают те, кто-то жёлтые. А пшеларь не приходят, а пшеларь не приходят, а пшеларь не приходят. Чтобы они производили много мёд, а чтобы они были легкими. И поэтому, за помощью аппарата для сетчинного насинения, подбирают насинения от трутни, которые не жёлтят, и тогда проводят это за помощью такой штыкавки, которая в аппарате для сетчинного насинения, а не до двух родных матки. И важно это, что матка не вылетает в целом жизни несколько раз из зула. Она ма такой збиорник, в котором находятся те племники. В этих племниках там находится около 5 миллионов. И, например, на зиме, то нужно подкармить пшеларь, и они должны иметь 12 килограммов запасов. Потому что на зиме это должно быть. Если за много, то недобро. Потому что пшеларь на мёде плохо зимует. Они должны иметь пустые коморки, которые входят и греют. А так как на мёде, то она смартная. То есть за много на зиме это не хорошо, а за мало тоже это не хорошо. Там, где есть червь, этого не можно вложить в пшеларь, потому что червь был уничтожен. До пшеларь можно брать такие. Студ мы могли бы выбрать мёду в мёдарце, какие-то 2, 4, 5 килограммов. Поэтому мы не можем выбрать мёдарца. Хоть он в улу не можем его выбрать. Мёдарец. 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 Мы даже с чехами. Оно мiodу еще пшелы продукуют прополис. Это вы слышали. Они все шелины закрывают. Вот видите, я сейчас дам прополис. Вот это все прополис. Можем так, чтобы пшелы нас не рожалили с одной и с другой стороны. О, здесь есть больше этих пшел. О, видите, что у меня тут уху. Люди говорят, что пшелы рожали. А я говорю, что это неправда. Ну, нех ты посмотрите. Или какая-то пшела, даже не попробую. Такой курс проводили в Африке поутниевой. И там жена этого пшеларя Ведела, что она была учлена. Мы пошли до Пасеки. Пшеларь взял капелус. Поставил на стул. И в международном времени, когда мы вернулись, до этого капелуса вошел рожей. И мы не видели. Он взял этот рожей. Пшеларь, поднялся на рожей. И та рожей была его жена. И та жена превратилась. И сразу умерла. Такое пшеларь. Знаете, это моё пшеларь. Это моё пшеларь вспомнение из рожей пшеларь. Хотя бы пшеларь, но не было пшеларь. У меня была убедааааааааааааа. Продолжение следует...